Межгосударственный пункт пропуска Миловое в Луганской области начал свою работу на новом месте. Его пришлось перенести из-за строительства России пограничного забора на улице Дружбы Народов, которая разделяла украинский поселок Миловое и российский Чертково. Теперь соседи смотрят друг на друга через столбы и колючую проволоку. На границе побывала наш корреспондент Анастасия Волкова. На улице Дружбы Народов, разделяющей украинский поселок Миловое и российский Чертково, пограничники России устанавливают забор. Теперь, чтобы попасть друг к другу в гости, люди вынуждены проходить международный или местный пункт пропуска. Забор, который возводит Россия, семья Байдек видит из своего окна. По ту сторону улицы, на стоянии трех километров, живет двоюродная сестра Зинаиды. Теперь общаются только по телефону. Как дела? Скучаешь? И я скучаю за тобой, да. Ну, встретимся. Каждую семью это коснулось. Да всем не нравится это. Они же ходили сюда, и то за колбасой, ну, так скупляться ходили. У нас вкуснее. Недовольны появившейся преградой и жители российского Чертково. У нас дети, маленькие дети, школьники, в детские садики идут. Как им через забор идти, что им делать? Бетонные блоки перекрыли дорогу от украинского Мелового до украинской Взориновки. Теперь проезд по этой трассе запрещен. Четыре километра дороги – российская территория. Громодяны Украины. Граждане Украины, которые захотят проехать по ней, будут остановлены пограничниками Российской Федерации. К ним могут быть применены соответствующие санкции. Из-за строительства забора украинский пункт пропуска Меловой перенесли на 20 метров вглубь территории. Чтобы обезопасить пограничные наряды, которые несут здесь службу, и было принято решение перенести его на украинскую сторону. На новом месте пограничники уже приступили к контрольно-пропускным операциям. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, ЮЭй-ТВ.